Расставим информационные акценты в ленте событий города-региона вместе с журналистами Котловского объединения телевещания. В студии Александр Узавин. Здравствуйте. Терпение и просвещение. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают учителя, но уроки по расписанию. Снова в школу отправилась и наша съемочная группа. Вещь у нас пойдет? А. Путические финицы. Очень хорошо. Где находится Ватикан и какова глубина Марианской впадины? Людмила Алексеевна знает ответы на эти и еще тысячи вопросов учеников. Интересный, увлекательный предмет – географию. Она преподает почти 30 лет. Пролетевшие годы кардинально изменили систему образования. Интерактивные доски, контурные карты и презентации стали незаменимыми помощниками на каждом уроке. Неизменным осталось лишь желание мудрого и опытного учителя просвещать, а учеников – слушать. Тогда проблема – это не было атласов, не было карт достаточного количества. То есть, ну, конечно, меняются времена. Интереснее, лучше. Ну и дети, конечно, вы ведь заметили, что интересные, веселые, добрые. И хочется им тоже очень много знать. И просто так одной книжкой их не удивишь. Мне нравится урок географии. Почему? Потому что урок географии ведет Людмила Алексеевна. Учительница очень хорошая и добрая. Мы не ходим по струечке, как бывает в некоторых школах. Мы спокойно, нам очень интересно, мы все объясняем. На какой-то проверочной может что-нибудь тебе подсказать. И это нам очень нравится. Она ходит с нами в музей на коктейли кислородные. Соня, выйди, пожалуйста, к доске и объясни, возьми учебник с собой. Первый класс у малышей для Натальи Геннадьевны тоже первый. Диплом о высшем педагогическом образовании она получила в июле этого года и сразу с головой окунулась в работу. Применять новые методики и комбинировать их со старыми оказалось сложно, но интересно. Особенно, когда чувствуешь отдачу. Я вижу результат, я вижу отдачу от детей. Это безумно приятно. Приходишь домой, конечно, уставшая, очень много бумаг, заполнений разных. Но все это не сравнить с тем, что как дети относятся доброжелательно, и как они стремлятся к учению, к знаниям. Все ручки взяли, приготовили. Мне здесь очень нравится учиться. Учительница очень добрая. Зовет ее Наталья Геннадьевна. Она добрая, красивая, хорошая и учит всему. Она всегда учит нас и помогает нам. Она объясняет нам все понятно. Каким именно должен быть современный урок, решать каждому учителю лично. Но на сегодняшний день педагог обязан изучать и применять современные образовательные технологии и не забывать о старых проверенных методах обучения. Сочетание новаторства и классики и есть лучший способ воспитания молодого поколения. Главное – вкладывать душу в каждого ученика. А с этим котловские педагоги справляются на отлично. Традиционно 5 октября педагогам желают терпения. Однако котлашане нашли множество теплых слов, чтобы поздравить работников сферы образования с профессиональным праздником. Каких? Узнаем в нашей традиционной рубрике «Кот на мосту». Я желаю всем педагогам доброго здоровья, счастья, удачи в работе. И чтобы дети всегда были не беженые. Учителям хочется пожелать, конечно же, здоровья, умных, хороших учеников. И, конечно, чтобы они были, ученики, в дальнейшем были благодарны своим учителям и делали домашнее задание. Большого счастья, терпения. Здоровья. Чтобы ученики уважали их. Чтобы жили долго. И понимания большого родителей. Больше денег. Чтобы они нам хорошие оценки ставили. Я желаю учителям, чтобы они никогда не расстраивались, когда их бесили ученики. Также счастья, здоровья им. Желаем им, чтобы они еще долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго-долго учили наших детей, внуков, правнуков и нас. Кто знает педагогов лучше, чем их ученики? С вопросом, кто такой учитель, наши коллеги обратились к маленьким зрителям. И вот, что они рассказали. Скажи, пожалуйста, кто такой учитель? Учитель – это, который учит нас уму-разуму. И когда ты ее слушаешься и вырастешь, ты можешь найти свою работу и быть очень умным. Кто, по-твоему, такой учитель? Что это за человек? С моей точки зрения, учитель – это человек, который… Это такой человек, чтобы… Он создан для того, чтобы получать детям знания. Надо учиться каждый день, если ты не болеешь. Если ты заболел, все равно домашнее задание надо делать. Если тебе кто-то не принесет, ты не паникуй, потому что, если тебе не принесут, ты можешь это потом сам сделать. Или списать. Да, или списать. Я хоть и высплюсь, а то вчера ходил на утреннюю тренировку в 6 вставал. У учителя бывает плохое настроение? Бывает. Почему? Потому что его могут испортить дети в школе. Какие плохие дети. А ты не портишь учителю настроение? А почему? Потому что рано еще пока. Пусть пока еще отдохнут, да? Думаю, что учителем надо быть только тем людям, которые не ленивы. Потому что профессия учителя очень трудная. Тетради проверять, оценки ставить. А хорошая оценка – это, конечно, пятерка. Да. Твердая или пятерка с плюсом. А пятерка с плюсом – это круче, чем твердая? Угу. А мягких пятерок не бывает? Ну, это с минусом. Мягкая. Слишком даже мягкая. Вот если у тебя двойка, почему-то, вот ты ведь первый раз пришел, у тебя двойка уже за четверть. Учитель тебя подтянет и все сделает. И все будет очень хорошо. И на тебя потом мама с папой не будут ругаться. Про учитель, а ты что рассказываешь дома маме, папе, вот про учителей своих? Какие у нас были уроки. Какая у нас хорошая учительница. А мама что говорит? Мама ничего не говорит, просто выслушивает. А папа? А папа сидит за телефоном. Понятно. То есть они проявляют большой интерес? Угу. Ты разлил, например, учителя двойкой. Он на тебя ругается, но ничего не сделает. Потому что учителя, они для нас ведь не родные и могут иногда прокричать. Это была рубрика «Дети в ответе». Спасибо огромное. Желаю вам здоровья, счастья и любви. Пока-пока. К другим темам. Сегодня в регионе стартует оперативно-профилактическая операция «Автобус». Сотрудники ГИБДД будут контролировать состояние автобусов и проверят документы у водителей. За 8 месяцев этого года в регионе с участием пассажирского автотранспорта произошло 60 аварий. Из них 43 по вине водителя автобусов. В результате всех ГТП один человек погиб, 48 были травмированы. Основные причины дорожно-транспортных происшествий – нарушение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции и нарушение правила проезда на пешеходных переходах. Телеканал «Правда Севера» представляет. Новый областной телевизионный проект «Регион-29». Вещание по всей Архангельской области. 20 районов и все города региона. 15 кабельных сетей. 5 крупнейших операторов связи. Более 973 тысяч телезрителей. Все события региона на одном телеканале. Следите за тем, что происходит рядом с вами. Смотрите наши развлекательные программы, любимые фильмы и сериалы. Присоединяйтесь к прямым трансляциям. Подробности на сайте регион29.ру или в вашей любимой социальной сети. Регион-29. Дежурный по северу. Продолжаем. Контракты на 3 миллиарда рублей. Такова по подсчетам организаторов чемпионата лесоруба 21 века может быть сумма новых договоров на поставку лесной техники и оборудования. Мероприятие, которое состоялось в конце лета в Устьянском районе, собрало более 1500 экспертов из сферы лесного бизнеса со всей России, а также зарубежных стран США, Канады, Германии, Норвегии, Финляндии, Бельгии. Сегодня инвестиции в лесопромышленный комплекс Архангельской области приблизились к 40 миллиардам рублей. За пять лет объемы производства бумаги выросли почти на 90%. Пилят примерно в 3,5 раза. Экономические показатели лесоруба 21 века – доказательство стремительного развития отрасли, считают в региональном правительстве. Этому способствует и новый формат бизнес-сообщения. Он проходит в Малиновке параллельно состязаниям работников лесной промышленности. Уже решено в следующем году этому чемпионату в Устьянах быть. Сегодня днем в микрорайоне Лейминда произошел пожар в двухэтажном деревянном жилом доме. В результате пожара полностью выгорел коридор, а также оказалась затоплена квартира на первом этаже. Само здание не пострадало, причины пожара выясняются. День без дождя. Большая радость для фермерских хозяйств региона, где подходит к концу кормозаготовительная кампания. В этом году неблагоприятные погодные условия привели к рекордному и опасному агрометеорологическому явлению – переувлажнению почвы. В Архангельской области пострадали 2170 гектаров земли, а это более двух десятков фермерских хозяйств. В Верхнетомском районе режим ЧС не объявляли. Здесь местные фермеры ищут способы развития агробизнеса. В крестьянском фермерском хозяйстве с громким названием «Победа» более двухсот голов крупного рогатого скота. У доистада приличные – более одной тонны литра в сутки. У каждой буренки на ферме свое имя. Да непростое. Первая буква по году рождения. Вот, например, в 2017 году идут все клички на букву «Г». Называем вот такими, например, именами, как «Герань», «Гайлардия», цветами вот такими я называю. Вот такие вот у нас есть коровы, как «Прибыль», «Фея», «Банкнота», «Цебаросса». Сегодня на «Победе» трудятся два десятка специалистов. В 2015 предприятие вошло в число трех победителей регионального конкурса. Сумма гранта свыше 20 миллионов рублей. Средства направлены на строительство новой фермы. Если дела пойдут в горы уже в следующем году, это даст возможность увеличить имеющиеся стадо еще на 600 голов. Ферма поставлена, здание само по себе, там металлоконструкции, сэндвич-панели. Ну, пока еще есть проблемы. Если все удастся, все сложится, то сейчас должны запустить. Ну, нам надо бы запустить осенью. Не знаю, получится, не получится, но будем стараться. Больших проблем с кормами нет. Непогода в этом году, конечно, снизила объемы заготовки сена и сенажа, но до режима ЧС дело не дошло. Выручила техника. В прошлом году за счет собственных средств был приобретен пресс-обмотчик. Такая машина собирает и упаковывает в пленку травяной рулон массой 780 килограмм еще на поле. В запечатанном виде сенаж дольше хранится. А главное, существенно обогащает рацион дойных коров. Эмоциональности современной технологии. В Архангельске в торговом центре Макси работает мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна». При помощи современных технологий зритель погружается в творчество голландского постимпрессиониста. 20 проекторов высокого разрешения на больших экранах показывают больше сотни оцифрованных полотен Винсента Ван Гога. А специально подобранная музыка помогает проникнуться эмоциональным состоянием художника, которое он переносил на свои картины. Для жителей города, этой области, мне кажется, очень интересно подойти, посмотреть и не только на сами картины, но и некую историю, как они создавались, как художник к этому приходил, как развивалось его творчество. Причем все это в интерактивном, таком объемном режиме. Выставка длится 40 минут. Там практически все известные картины Ван Гога. Понятно, что они все в динамике, то есть вы не увидите настоящих таких оригинальных полотен, они все переработаны. И могу сказать, там есть несколько сюрпризов. Мы специально сделали некоторые вещи под Ван Гога, которые непосредственно, я думаю, удивят местное население, потому что мы решили сделать это что-то такое необычное, очень интерактивное и не похожее на настоящее искусство. Посетить мультимедийную выставку «Ван Гог. Живые полотна» можно до 22 октября. Завтра в Котлас прибывает агит-поезд политической партии ЛДПР. Он отправился из Москвы 19 сентября и в понедельник прибыл в Архангельскую область. Пообщаться с депутатами и задать интересующие вас вопросы можно 6 октября на станции Котлас-Южный. Время прибытия спецпоезда 10.50 утра. В Котласе 6-7 октября пройдет чемпионат и первенство Архангельской области по плаванию по короткой воде. Место проведения детская и юношеская спортивная школа номер один. На голубых дорожках сразятся спортсмены со всей Архангельской области. Соревнования такого уровня впервые проводятся в Котласе. Ожидается приезд представителей из областной федерации плавания и судей всероссийской категории. Жители города приглашаются посмотреть за ходом соревнований и поболеть за земляков. Продолжаем. Какую плитку выбрать для ванной комнаты? Ответы найдем в новостях из магазина Реалмаркет. Городской пейзаж, цветочная поляна или абстракция расположится в вашей ванной комнате. Решать вам. Но плитку лучше покупать в коллекции. Не придется тогда ломать голову над тем, как сочетается материал для стен вместе с полом. Цвет не должен быть ярким. Все-таки здесь мы чаще всего расслабляемся. Размер для больших пространств может быть любым. А вот для маленьких помещений выбирайте средний. Коллекционная плитка в магазине Реалмаркет всегда есть в наличии. А вот особенные оригинальные варианты можно заказать по каталогу. Доставят в короткие сроки. И чтобы полностью убедиться в правильности своего выбора, закажите в Реалмаркете дизайн-проект в 3D. Эта удобная услуга предоставляется совершенно бесплатно и позволяет увидеть результаты ваших фантазий заранее. Конечно, все сопутствующие товары и инструменты, которые пригодятся при монтаже кафеля, тоже есть в нашем магазине. Плиткорезы, крестики, уплотнители, круговые сверла и целые системы выравнивания. Плиточный клей и затирки проверенных и известных торговых марок. А еще огромный выбор кафельных напольных покрытий. Далее в программе наша новая рубрика. Новости торгового центра «Невский». Ближайший шоппинг вам точно стоит провести на втором этаже торгового центра «Невский». Потому что в каждом отделе здесь очень много интересного. Например, сегодня в трендовом отделе «Микс» поступление осенних курток на синтепоне и пальто. Действуют скидки от 10 до 40% на весь товар. В салоне красоты «Крокус» снижены цены на стрижки. По хорошей акции можно сделать маникюр, педикюр и брови. Есть различные спа-услуги, массаж и шугаринг. Потеряли меховой салон «Зимняя сказка»? Найдете его в нашем торговом центре. Как и всегда, вас ждут новые модели, приятное обслуживание, скидки. Устали от шоппинга? В замечательном кафе «Макбургер» приготовили для вас супергорячие предложения и самые разные вкусняшки. Торговый центр «Невский» – место, где покупки превращаются в отдых. На сегодня у меня все. Далее блок полезной информации и прогноз погоды. Смотрите нас каждый будний день на каналах РЕН-ТВ и ПС, а также в сети Ростелеком и в нашей группе ВКонтакте. Мы всегда рады вам в нашей редакции на Ленина 60. Следите за главными событиями города и региона вместе с нами. Увидимся. 6 октября в 19 часов в Котласском дворце культуры концертная программа Народной артистки России, актрисы театра и кино Клары Новиковой. Программа составлена из лучших номеров творчества, известных и горячо любимых публикой. А также совершенно новых монологов и образов. Билеты уже в продаже. Телефоны для справок 525 15 254 46. Хочешь удивить? Поздравь с экрана учителя, маму, бабушку, дедушку, папу, да кого угодно. Видеооткрытки, мини-клипы из ваших фотографий или съемок. Быстро и недорого. Приходи на Ленина 60, телекомпания Космос. Не пропустите открытие 82-го театрального сезона. 6 и 7 октября в 18 часов в Котласском драматическом театре. Новая умопомрачительная комедия «Тетки». Спешите. Билеты уже в продаже. Пенза-город мебели. Наш отдел работает напрямую с 15 фабриками. Индивидуальные и стандартные модели. Набор модульных систем. Столы, стулья на прочном металлокаркасе. Большой выбор материалов от надежных производителей. Замер, дизайн-проект в короткие сроки. Доставка по городу бесплатна. Ждем вас на Ленина 65А. Это важно, это нужно. В магазине автообувь на Ленина 61 большое поступление зимних шин, надежных и производительных. Литые штампованные диски, шиномонтаж. Здесь же быстро и бесплатно. Будь готов к зимнему сезону вместе с магазином «Автообувь». Еще больше женской, мужской, детской одежды и обуви в Арктике. Торговый центр расширился и обновился, как внутри, так и снаружи. Косметика, аксессуары, цветы, бытовая химия и товары для дома. Арктика. Отличная находка для любителей шоппинга. Ваш позвоночник просит помощи? Кто будет помощь? Тогда вам срочно в центр доктора Бубновского в Котласе. Остеохондроз, сколиоз, артриты и артрозы, плоскостопие, восстановление после травм, сердечная недостаточность. И это еще не полный список показаний к занятиям на тренажерах Бубновского. Детям и взрослым. Без лекарств. Иди к здоровью. Движение – это жизнь. Звоните и записывайтесь. 8-921-071-1141. Котлас, набережная 17, второй этаж. 1 октября состоялось грандиозное открытие фирменного отдела «Филео». Все, что необходимо современной женщине, чтобы идти в ногу со временем, вы найдете на втором этаже торгового центра «Фрегат», отдел «Филео». Сенсация! Компания «Шикарные двери» представляет глобальные скидки до 40%. «Шикарные двери» ТЦ Южный, ТЦ Рубин, Фрунзе 11, а также в Коряжме на Депцина 2. «Шикарные двери» открывайте с любовью. Рассказать о своих товарах и услугах, сэкономить рекламный бюджет, получить красивый ролик – это к нам. Приходите в телекомпанию «Космос» на Ленина 60. Здравствуйте! О погоде на пятницу расскажу вам я, Елена Милаева. Спонсор нашего выпуска – агентство недвижимости «Квартирный вопрос». Решение проблем, связанных с продажей и обменом недвижимости, отнимает много времени и сил? Обращайтесь в «Квартирный вопрос». Помогут быстро и качественно. Заезжай, как в новенькую. Агентство «Квартирный вопрос» не только подберет вам хорошего рент жилья, но и отремонтирует его для вас. Быстро, качественно, недорого. Вам останется лишь упаковать чемоданы и переехать в комфортный и просторный дом. «Квартирный вопрос». Честные сделки, без долгов и обмана. Луна Календарь предупреждает. Ваше здоровье и хорошее самочувствие превыше всего. Поэтому за новую пару обуви в отдел «Рикер». Заморозки близко, а комфортная и теплая обувь еще ближе. Подготовьтесь к слякоти и холоду вместе с отделом «Рикер». Демисезонная и зимняя для всех ценителей удобства и красоты. Модные мужские ботинки и стильные женские сапоги сочетают все тренды сезона. Отличное качество и превосходная цена. Не экономьте на себе, ведь с «Рикером» тепло везде. Торговый центр «Кристалл» – второй этаж. В пятницу в Котласе будет пасмурно. Возможен большой дождь. Температура воздуха днем плюс 5-7 градусов. Ночью без изменений. Атмосферное давление значительно ниже нормы. Ветер юго-восточный – 5-6 метров в секунду. Это был прогноз погоды на пятницу. Улыбайтесь чаще. Увидимся завтра. Спонсор одежды ведущего – магазин «Фрэш». Встречайте новую коллекцию «Фрэш» – твое свежее решение. Торговый центр «Фрегат» – второй этаж.